Ну всё, огромное спасибо за перевод, извиняюсь, если это было долго, я предуправление. Может, перейти, пожалуйста. Всё, а раз. Если это слово, то я прошу, то я прошу, но сейчас Нина. Меня зовут Нина, я два года путешествовала до конца 2014 года, и поэтому я не поддержала никакой организации, но сейчас только не принадлежащи. Я приехала в Украину 30. Декабря 2014 года, но я сама из Киева, но я не была. И, то есть, к тому моменту уже было две попытки разгона Майдана, и стояли баррикады на улицах, и занята была площадь центральная и половина центральной улицы. Нина, когда я не была в Киеве, я в Берлине, в Северной Берлине. Я про то, что происходит узнавала из новостей и сообщений друзей и европейских медиа. И картина выглядела так, будто бы на Майдане, с одной стороны, сплошные нацисты, потому что левых активистов один раз им плакаты порвали, второй раз побили, и вроде как они перестали туда вообще ходить. А с другой стороны, вроде как там все из европейских медиа, еще и к тому же выглядело, будто бы там все стоят с европейскими флагами и готовы быть убитыми за Евросоюз. Вообще, bevor Nina eben im Dezember 2013 zurück nach Киев gegangen ist, war sie hier in Berlin. Ирии информации waren eben von Freunden, aus irgendwelchen sozialen Netzwerken und von den westlichen Medien. Und der Eindruck, den auch sie daraus hatte, war, auf dem Maidan sind nur Nazis unterwegs. Also es gab da zwei Vorфälle. Einmal sind linken Aktivisten Plакаты kaputt gemacht worden, einmal sind sie zusammengeschlagen worden. Да, я на следующий день просто приехала, пошла на Майдан. Я увидела совсем другую картину. И основная характеристика этой картины это разнообразие. То есть, если представить себе довольно большую площадь и половину довольно большой улицы заняты людьми, палатками, сценами, местами, где можно сидеть вокруг кастра, то понятно, что это очень много людей. И соответственно, поскольку большая часть из них пришли туда по своей воле, то это не какие-то одинаковые люди, которых пригнали из одного места. Они все разные. То есть, если вы можете представить, что один большой площадь и на большую площадь, то есть целый, бюджетный, лагерфеу, в которых люди сидят, то есть просто так, что эти люди очень разные. То есть, что это не так, что это не так, что они специально привлекли, но что каждый свой причин, почему они там есть, и поэтому люди очень разные. Потому, безусловно, я не хочу сказать, что там не было совсем националистов и даже нацистов, или что там не было людей, которые считают, что Евросоюз это какой-то рай, и хотят туда, чтобы не было ценой, и Евросоюз это спасет, но в то же время меня интересовали какие-то другие инициативы, и я их нашла достаточно много. И Vasem – это не так, что они, что они учатся со временем. что они очень быстро находятся, которые они интересуют и которые они могут быть интересны. Одни представители современной арт-группы сделали на Майдане на котором писали на лбу какие-то означающие, которые якобы не позволяют находиться на Майдане, например, негр или гомосексуалист, как мы там говорим, атеист, сомневающийся леволиберал. Один представитель этой группы, к ней, помогал строить баррикады и расклеивал тексты анальхистского смысла, но не цитаты Кропоткина, а более такие вписывающиеся в ситуацию, которая там была. Про иерархию и горизонтальность и разные способы регуляции. Один представитель этой группы работал на баррикады-группе и он там там написал, что не просто Кропоткин-зитаты, но это все так обвенел, как иерархию фрайен Угар. Да, у меня есть просто небольшая идея на нашей акции с писанием на Лугу. Суть была не только в том, что указать, что эти люди не могут находиться на Вайдане, а скорее это была критика в адрес отдельных утроправок, которые пытались изображать из себя полицию, и если они находили вора или если у кого-то находили наркотики, они в наказание ему писали на лугу, вор или наркоман, фотографировали. То есть, в принципе, те люди, которые выходили на Майдан и писали у себя на Лугу сами, они участвовали и в прочих инициативах Майдана. Ну... Алекс德, noch eine Erklärung zu der Aktion mit den Aufschriften, auch auf diesen Stirnbändern. Das war eine Reaktion darauf, dass es eben Nationalisten gab, die auf dem Baidán versucht haben, ja quasi so eine Polizeifunktion zu übernehmen und wer eben mit Drogen erwischt wurde, wer geklaut wurde, der hat von denen genau diese entsprechenden Bänder verpasst bekommen, Дрогенабhängiger или Диаб, и она фотографировалась. В таком случае, эта группа игроков-процентрировала и работала критично, а также работала.